Что такое серные аминокислоты? Как влияют серные аминокислоты на состояние сердца и сосудов? Какой диеты следует придерживаться, чтобы уменьшить количество употребляемых серных аминокислот? Смотрите видео до конца и узнаете про новые исследования ученых. Перед новым видео хотим поблагодарить всех наших постоянных зрителей и пригласить подписаться на канал новичков. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний остается самой весомой проблемой, отражающейся на здоровье людей. Очевидна связь между заболеваемостью этими болезнями и питанием, также многое зависит от малоподвижного образа жизни. Американские ученые в своих последних исследованиях выяснили влияние на сердечно-сосудистую систему серных аминокислот. Что такое серные аминокислоты? Аминокислоты являются структурными единицами белковых молекул, серосодержащие аминокислоты это цистиин и метионин. Цистиин относится к заменимым аминокислотам, то есть его может синтезировать организм. А вот метионин поступает только с продуктами и в организме человека не образуется. Обе аминокислоты активно участвуют в метаболизме организма. Они оказывают воздействие на свойства иммунитета, защищают печень и почки, помогают нервным клеткам, играют определенную роль в кроветворении и дезинтоксикации организма. Как влияют серные аминокислоты на состояние сердца и сосудов? Присутствие их в небольших дозах оказывает положительное воздействие на сосудистую стенку. А вот поступление в больших количествах приводит к повышению в крови концентрации холестерина и триглицеридов. Высокая концентрация этих продуктов жирового обмена приводит к повышению вязкости крови и отложению холестерина на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. По заключению ученых-исследователей из университета штата Пенсильвании, в крови исследуемых отмечалась высокая концентрация этих веществ при злоупотреблении продуктами, содержащими метионин и цистиин. Наличие в крови повышенного содержания холестерина и триглицеридов являются риском развития сердечно-сосудистой патологии. Именно поэтому ученые рекомендуют сократить в своем рационе количество продуктов, содержащих эти две аминокислоты. Какой диеты следует придерживаться, чтобы уменьшить количество употребляемых серных аминокислот? В основном это продукты животного происхождения и орехи. Для обеспечения организма необходимым количеством серных аминокислот. А они необходимы для нормального обмена веществ и играют достаточно большую роль в правильном метаболизме. Так вот, чтобы обеспечить необходимое их количество, достаточно употребления в течение дня следующего набора продуктов. Кусочек хлеба с одним вареным яйцом. Половинка авокадо и кусочек куриной грудки не более 60 грамм. 200 грамм коричневого риса и 150 грамм цукини, 200 грамм шпината и 30 грамм сливочного масла, а также 10 грамм миндаля, очищенного от скорлупок. Еще можно употребить в пищу небольшую пиццу диаметром 20 сантиметров. В общем, то количество продуктов не так уж и ограничено, здесь даже есть пицца и сливочное масло. Но по результатам наблюдений ученых, употребление продуктов, содержащих аминокислоты, содержащих серу, на столах американских граждан присутствует гораздо в больших количествах, а это повод для развития сосудистых нарушений в организме. Не следует пренебрегать результатами исследования ученых, которые хотят увеличить продолжительность жизни людей и избавить их от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому надо придерживаться в своем рационе ограничения употребления продуктов животного происхождения и орехов.